10 способов пережить землетрясение Людям, проживающим в сейсмически опасных зонах, нужно обязательно знать, что делать до, во время и после землетрясения. Нельзя с уверенностью заявить, что вас не коснется эта природная катастрофа. Вы можете путешествовать по стране, где землетрясение норма, а можете переехать туда жить, поэтому прислушайтесь к этим советам. Они однажды могут спасти вам жизнь. Первое. Сделайте ваш дом своей крепостью. Если в вашем регионе часто случаются землетрясения, то лучше быть готовым заранее. Если вы не уверены, насколько ваша область подвержена сейсмической опасности, вы можете найти эту информацию на специальных веб-сайтах, таких как temblor.net. Ведь предупрежден, значит вооружен. Укрепление своего дома может стать хорошим началом. Для этого вам нужно отодвинуть все кровати от окон. Это может спасти вам жизнь, если землетрясение произойдет ночью. Укрепите полки, чтобы во время толчков на вас не упали тяжелые предметы. Наклейте специальную защитную пленку на все стеклянные поверхности в своем доме. Таким образом вы сможете избежать порезов и ран во время катастрофы. Обзаведитесь единым автоматическим выключателем для газа и воды, чтобы избежать утечки, когда начнет трясти. Пусть в вашем доме будут дополнительные огнетушители, батарейки, фонарики и запас продуктов. Всегда держите необходимые медикаменты в домашней аптечке. Наймите экспертов, чтобы проверить надежность фундамента вашего дома. Застрахуйте ваш дом на случай землетрясения. После катастрофы эти деньги могут очень пригодиться. Второе. Если вы находитесь внутри здания. Если вы находитесь внутри здания и чувствуете вибрации, предметы начинают падать на пол, а стекло покрывается трещинами, не поддавайтесь панике и подбадривайте остальных. Никогда не покидайте здание во время толчков. В момент, когда вы почувствуете первые толчки, падайте, прикрывайтесь руками и держитесь. Падайте на колени и руки, где стоите. Это самая безопасная поза, позволяющая медленно отползти к укрытию. Одной рукой прикрывайте голову и шею. Большой стол может стать вашим укрытием. Если в комнате нет мебели, под которой можно спрятаться, тогда просто держитесь подальше от окон. Оставайтесь в такой позе и сожмитесь, чтобы защитить свои внутренние органы. Не двигайтесь, пока толчки не прекратятся. Если вам удалось найти укрытие, держитесь за него одной рукой и будьте готовы двигаться, если ваша защита не устоит на месте. Теперь поняли? Падайте, прикрывайтесь руками и держитесь. Это правило может спасти вам жизнь. Третье. Если находитесь на улице. Будьте готовы помочь другим, если вы оказались прямо посреди катастрофы. Во время толчков не входите в здания и вообще держитесь от них подальше. Оставайтесь на улице. Отойдите на безопасное расстояние от линий электропередачи, высотных зданий и дорог. И опять падайте, прикрывайтесь руками и держитесь. Четвертое. Если вы находитесь в машине. Во время землетрясения ехать в машине очень опасно. Паника на дороге может привести к серьезным столкновениям. Запомните, сбавьте ход и найдите безопасное место, где можно остановить машину, желательно у обочины. Избегайте линий электропередачи и высоких зданий. Не выходите из машины, пока землетрясение не прекратится. Пятое. Если вы находитесь на пляже или на морском берегу. Если вы почувствовали толчки, находясь рядом с морем, не ждите указаний. Землетрясение становится причиной цунами. Поэтому хватайте все свои вещи и забирайтесь как можно выше. Шестое. Если вы находитесь в инвалидном кресле. Если вы используете инвалидное кресло и началось землетрясение, оглянитесь в поисках укрытия. Постарайтесь добраться до него как можно скорее. Там заблокируйте колеса, закройте голову и шею, руками или любым другим доступным предметом. Например, книгой, курткой или подушкой. Держитесь за что-нибудь неподвижное. Помните, падайте, прикрывайтесь руками и держитесь. Если вы не знаете, как действовать во время землетрясения, существуют онлайн ресурсы, на которых вы можете ознакомиться с рекомендациями для людей, использующих палочку, костыли или инвалидное кресло. Например, вот этот сайт может быть очень полезен. 3w.earthquakecountry.org, касая черта, disability. Седьмое. Если вы находитесь на стадионе. Если игра вашей любимой команды была внезапно прервана землетрясением, оставайтесь на месте. Никогда не паникуйте в толпе. Вместо этого опуститесь на пол между рядами сидений. Согнитесь и накройте голову и шею руками. Оставайтесь спокойными и подбадривайте остальных. Восьмое. Если вы находитесь в лифте. Никогда не используйте лифт во время землетрясения, чтобы выбраться из здания. Либо оставайтесь внутри, либо спускайтесь по лестнице. Дело в том, что во время толчков электричество очень нестабильно и может полностью отключиться. Если вы оказались в лифте, еще не зная о землетрясении, тогда делайте следующее. Лягте на пол, закройте голову руками, ждите, пока лифт не заработает, выйдите из него на ближайшем этаже и спускайтесь по лестнице. Девятое. Если вы находитесь в кровати. Иногда землетрясения случаются ночью. Если вы проснулись от того, что все вокруг ходит ходуном и вы понимаете, что это землетрясение, делайте так. Оставайтесь в кровати, накройте голову подушкой и лягте лицом вниз. Если над кроватью висит полка или люстра, которые могут упасть вам на голову, передвиньтесь в более безопасное место. Десятое. Если вы оказались под обломками. Если во время или после землетрясения вы оказались под обломками и не можете выбраться, вот что нужно сделать, чтобы выжить. Не двигайтесь, это поднимет пыль, которая попадет вам в глаза и легкие. Прикройте рот тканью или одеждой. Не пользуйтесь зажигалкой или спичками. Не кричите, это может быть опасно из-за пыли. Если у вас есть свисток, используйте его, чтобы спасатели нашли вас. Если свистка нет, то оглядитесь, нет ли рядом трубы. И тогда стучите по ней, чтобы привлечь к себе внимание. Тут мы заканчиваем наш список, но пока не отходите от экрана. Очень важно знать несколько правил поведения во время эвакуации. Общие правила эвакуации. Эвакуация – это средство защиты людей в случае природных катаклизмов, промышленных аварий и катастроф. Если вы услышали оповещение, что началась эвакуация, вам нужно закрыть все окна, отключить газ, воду и электричество. Взять все необходимые вещи и в спокойном ритме покинуть здание через пожарный выход. После того, как вы вышли из здания, найдите безопасное укрытие. Если вы не можете выйти из здания, найдите стол и падайте, закрывайтесь руками и держитесь. Если вы оказались под обломками, не паникуйте. Подавайте сигналы о своем местонахождении, но не кричите, а бейте по металлическим обломкам или трубе. Помните, первые толчки самые сильные и длятся от 5 до 40 секунд. После этого может быть затишье, а потом еще один толчок. Если у вас есть дополнительные советы к этому списку, напишите их в комментариях, и мы обязательно подчеркнем ваши рекомендации. Поделитесь этим видео со своими близкими и друзьями, чтобы и они были в курсе, как себя вести во время землетрясения. Поставьте этому видео лайк, чтобы его могло увидеть больше людей. Подписывайтесь на наш канал и присоединяйтесь к Эдми!